Дворец культуры с полувековой историей разграбили вандалы. Бывший актовый зал облюбовали бездомные. Само здание находится в аварийном состоянии. Общественники обвиняют во всем администрацию. Чиновники обещают привести ДК в порядок с 2014 года. Почему дело так и не сдвинулось с мертвой точки, расскажет Юлия Чупрова. Люстры, видимо, кто-то уже на металл сдал. С бронзой, с хрусталем такие огромные люстры, наверное, метра по два в диаметре. Люстры, батареи на металл, двери и деревянные перекрытия на дрова. То, как сейчас выглядит ДК Крастец, не оставляет никакой надежды, что помещение еще можно привести в порядок. Алексей почти 20 лет руководил патриотическим клубом «Камелот», который зародился в этих стенах. Ремонт вместе с воспитанниками делали сами на свои деньги. Каждая декорация и даже выключатель здесь имеет свою, особую историю. Два года назад городская администрация попросила клуб покинуть помещение в максимально сжатые сроки, якобы из соображений безопасности. У меня мало слов для описания этой ситуации. Это какая-то подлость, просто подлость. Вот так вот поступить. Хотя мы проводили огромную работу для города, и город нас награждал за эту деятельность. И присваивал звание лауреатов премии мэра за работу с молодежью патриотическую. Камелотовцы были единственными, кто в последние годы смотрел за этим зданием. На входе всегда была охрана. Помещения еще были целыми. После того, как клуб покинул ДК, некогда богатая история Дворца культуры закончилась. ДК «Красстец» построили в 50-х. Это место было гордостью для красноярцев. Сюда привозили выступать самых знаменитых артистов Советского Союза. Здесь давали концерты Алла Пугачева и Иосиф Кобзон. Было много кружков для детей и молодежи. В 90-х это здание перешло в руки предпринимателей. И вот, как мы видим, торговые вывески здесь сохранились и сейчас. Два года назад это здание опустело полностью и за это время превратилось в помойку и пристанище для бездомных. О реконструкции ДК начали говорить еще 4 года назад, прямо перед выборами губернатора Толоконского. Тогда на участках избирателям предложили проголосовать за проект Межнационального культурного центра в помещении ДК. Люди согласились, но так его и не дождались. Людям пообещали, в итоге людей обманули, ничего не смогли сделать. Ну, кто-то же за это должен быть хотя бы наказан. Я еще, будучи депутатом Горсовета, задавал вопросы тогда представителям, насколько я помню, Департамент экономики этим занимался, о том, когда же, когда же. Они говорят, все, мы работаем, инвесторы потенциальные подтверждают. Подходящего инвестора для Межнационального культурного центра так и не нашли. Тогда администрация передала здание к Расспорту. До сегодняшнего дня на ДК даже висела соответствующая табличка, но ее спешно сняли перед приездом СМИ. По плану администрации, здесь в течение трех лет должны построить спортивный комплекс. Но когда начнут, и начнут ли вообще, неизвестно. В настоящее время проведение каких-то ремонтных работ не предусматривается. То есть три года на полную реконструкцию объекта. Сейчас идет подготовка, то есть работа начнутся, ну, как будет готова строительная документация. Сейчас оно не является аварийным. То есть каких-то аварийных опасностей там сейчас нет. Естественно, со стороны администрации будут проводиться выездные проверки, то есть будет контролироваться это. Если будут какие-то нарушения, естественно, это будет предписание. Видимо, то, что сейчас в ДК выбивают окна, а бывшие гримерки облюбовали для ночлега бездомные, которые могут в любой момент зажечь в помещении костер, чтобы погреться, недостаточные основания для проверок. Закончить стройку планируют к 2020 году. Только доживет ли это здание до ремонта при таком отношении – большой вопрос.